здравствуйте мои дорогие в сладкой комнате love story слушаю я книгу очень интересно слушать эту книгу ремонтировать я элтон джон и я буду слушать эту книгу и ремонтировать свои кроссовки что они из нью-йорка в общем мы долгие годы выступали вместе хотя в итоге все кончилось плохо убили было множество личных проблем главное из которых алкоголь в костюмерной он принимал лекарства от инфекции дыхательных путей запивал изрядной порции спиртного а потом вырубался на сцене прямо во время исполнения пианомен через некоторое время он вставал отвешивал поклон немедленно отправлялся в бар отеля и просиживал там до пяти утра конце концов я посоветовал ему обратиться в клинику объяснил что прошел все это сам но он явно не обрадовался совету заявил что я не имею права судить других людей но на самом деле я никого не осуждал просто мне больно было видеть во что отличный парень превращает свою жизнь но все это произошло значительно позже а наши первые турне сбили были замечательные мы играли всегда по-разному и всегда с удовольствием зрители обожали наши концерты они пользовались большой популярностью так что у меня было чем заняться по крайней мере достаточно дел чтобы перевернуть страницу и оставить в прошлом страшное сумрачное лето но мир по-прежнему сходил с ума мы поехали в милан и я заметил что люди шарахаются от меня на улице женщины крестятся а мужчины прикрывают рукой причинное место они ассоциировали меня с гибелью джанни и дианы думали что я проклят что у меня дурной глаз или что-то вроде того наверное будь я в длинном плаще и с косой в руках меня бы ждал более теплый прием в общем итальянцы считали меня ангелом смерти что само по себе безумно но очевидно этого было недостаточно и судьба подкинула совсем уж сумасшедшую историю в марте 1998 года мы сбили начали мировое турне и мне в австралию позвонил дэвид с ним связалась одна из девушек флористок каждую неделю оформлявшая наш дом и сообщила что больше они на нас не работают потому что не получали зарплату полтора года дэвид сразу позвонил в офис джона рида выяснилось что происходит тот ответил что не платил флористом потому что не было денег и по всей видимости я скоро стану банкротом я не мог поверить официальная позиция джона рида и его компании была такова элтон джон истратил все что у него было и даже более того поймите правильно я знаю что никто кроме разве что джанни не назовет меня скрягой или даже рачительным хозяином я трачу много денег у меня четыре дома большой штат сотрудников несколько автомобилей я покупаю произведение искусства фарфор и дизайнерскую одежду иногда ко мне приходят письма от моего бухгалтера со строгим требованием урезать расходы и я конечно этот совет игнорирую но я не мог понять как умудрился потратить больше чем заработал ведь работал я постоянно выступал в живую ездил в долгие турне отыграл сто или сто пятьдесят концертов в огромнейших залах и билеты всегда были распроданы мои недавние альбомы стали платиновыми во множестве стран постоянно выходили сборники старых песен которые продавались настолько хорошо что я лишь удивился кто их покупает если человеку когда-то понравились юсонг и бенни энд джетс значит они уже есть в его коллекции саундтрек королю льву распродался тиражом 18 миллионов экземпляров фильм собрал в прокате около миллиарда долларов а мюзикл постоянно бил рекорды на бродвее я чувствовал что-то здесь не так но что именно не знал скажу честно сами по себе деньги меня никогда особо не привлекали мне повезло я зарабатывал очень много но деньги никогда не были для меня ни мотивации не самоцелью не буду врать я с удовольствием вкушал плоды успеха но механизм зарабатывания и накопления меня вообще не интересовал иначе я бы пошел учиться на бухгалтера а не играть в блюзологии я всего лишь хотел писать музыку выступать и записывать диски да я азартен и поэтому всегда выяснял сколько альбомов или билетов продалось какие места я занимаю в чартах но я никогда ни у кого не спрашивал сколько денег у меня на счетах не вчитывался в контракты и не проверял чеки на ройалти и ни разу не был налоговым изгнанником я британец и хочу жить в родной стране не осуждаю никого кто выбрал другой путь но лично для себя не вижу в этом смысла возможно вы сэкономите на налогах но не думаю что так уж приятно оглядываясь назад понимать что ты пол жизни просидел в швейцарии в окружении таких же унылых налоговых изгнанников и потом я хочу находиться там где пульсирует музыкальная жизнь а это доложу я вам точно не монако уверен княжество способно предложить множество вариантов решения налоговых проблем но вы когда-нибудь слышали о потрясающей новой группе из монте-карло в общем я никогда не озадачивался состоянием своих финансовых дел привык думать что этим занимается джон рид мы с ним обсуждали этот вопрос в 80-е в центре п и пришли к определенным договоренностям я отдавал ему 20 процентов моего заработка до выплаты налогов огромные деньги по стандартам шоу-бизнеса за то что он обещал следить абсолютно за всем помнится эту договоренность мы назвали rolls-royce service я живу в блаженном неведении и занимаюсь чистым искусством не заморачиваясь такими досадными мелочами как проверка налоговых деклараций просмотр банковских выписок или чтение текста набранного в контрактах мелким шрифтом и я был доволен потому что безоговорочно доверял джону наши отношения основывались не только на бизнесе многие артисты близко дружат со своими менеджерами но не думаю что кто-то из них потерял с этим менеджером невинность я верил джону хотя случались моменты когда мне хотелось спросить а не требуется ли rolls-royce service у модернизация помню одна желтая газетенка опубликовала некоторые из моих финансовых документов в том числе пресловутые письма бухгалтера я был убежден что произошла утечка информации но выяснилось что человек по имени бенджамин пел попросту нашел эти бумаги в мусорном контейнере возле офиса джона то есть его сотрудники выбросили на улицу бумаги с конфиденциальной информацией не позаботившись уничтожить документы о чем это говорит о том что служба безопасности джона рида не слишком печется о моих интересах а значит их метод ведения дел явно нуждается в пересмотре и еще идея джона о продаже моих мастер записей предполагалось что я единовременно получу колоссальную сумму а тот кто купит записи будет забирать гонорар всякий раз как продастся один из моих альбомов или когда мою песню включить в программу какая-нибудь радиостанция очень серьезная сделка поскольку речь шла не только обо всем что я записал в прошлом но и о будущих работах джон привел кучу адвокатов и шишек из шоу-бизнеса они начали убеждать меня в том что это потрясающая идея и я согласился в итоге колоссальная сумма оказалась куда скромнее чем я ожидал выручить за мои мастер записи возможно потому что вначале все говорили о сумме до вычета налогов джон взял свою комиссию адвокаты получили гонорары были выплачены налоги и оставшаяся сумма вряд ли окупала такой серьезный шаг как отказ получать гонорары за все свои прошлые и будущие песни но я выкинул все это из головы все равно этих денег хватило чтобы приобрести дом в ницце населить его мебелью и предметами искусства и раздать что-то моим близким как я уже сказал джон взял комиссионные а я выплатил некоторые суммы людям которые работали на меня личному ассистенту бобу хелли роберту ки моему водителю дереку моему гастрольному помощнику бобу стейси не зря же он десятилетиями следил за моим гардеробом кроме того я не хотел вступать в конфронтацию с джоном но теперь я осознал здесь пахнет жареным это очевидно мы счастьем удачи любви успехов слушайте нормальную литературу понимаете людей